Жертвами мошенников чаще становятся жители Ленска, Мирного, Нерюнгри и Алдана. Преступники знают, у населения промышленных городов высокий доход. Об этом заявил старший уперполномоченный уголовного розыска МВД России Якутская Айсен Куличенко. Один из последних случаев мошенничества в Ленске произошел 2 сентября. Мужчине позвонила якобы сотрудница известного банка, назвала его имя, паспортные данные. Спросила, не оставлял ли он заявку на кредит. Айсен Куличенко заявила, если нет, то необходимо аннулировать заявку и продиктовать коды из СМС-сообщения. Разговор у нас с ней длился 36 минут 22 секунды. Я не бросаю трубку, мне приходили коды, я в панике, естественно, что думал, что мошенники там. Ну не думал, она как бы сказала, что это могут быть мошенники. Продиктовал ей все коды и все, связь оборвалась. В Ленском районе за 8 месяцев зарегистрировано 47 случаев махинации. Из них 13 уголовных дел направили в суд. Всего ленчане отдали мошенникам почти 4 миллиона рублей. Схема у нас в основном по Ленскому району это инвестиции. Сейчас самый последний новый вид мошенничества, самое крупное. Ну это звонки от сотрудников полиции, якобы их близкий родственник задержан, требует необходимую сумму внести. Ну и плюс в основном это кредитные организации, якобы звонят, оформляют кредит. Ну и плюс покупки, покупки интернет-покупки в магазинах, интернет-магазинах через Инстаграм, Юла, все вот эти вот моменты. То есть мошенники действуют со всех сторон. Продолжение следует...